Привет, дорогие мои друзья! Сегодня распакуем USB перчатки и USB стельки. Посмотри, что я нашел. Так называется новый канал, автор которого Дмитрий занимается покупками из Китая и делится впечатлениями о купленных товарах. Направление товаров самое разное, поэтому переходите, смотрите, ставьте лайки, ссылку на канал я оставлю в описании под этим видео. Теплые ништяки, пришедшие к нам из Китая, зима, очень актуально. Давайте посмотрим, что внутри. Вот такие вот замечательные перчаточки. Давайте откроем стелечки. Вот так вот выглядит коробочка и вот так вот выглядят стельки, ребята. То есть они многоразмерные, их можно подрезать на необходимый размер. Есть проводочки и USB разъем. Впрочем, что перчатки, что стельки по принципу действия одинаковые. Давайте посмотрим, что же у нас кроется внутри этих перчаточек. Здесь находится вот такой вот нагреватель. Он на липучке пришит, то есть липучку можно вот так вот отлепить и перчаточку отдельно постирать. Я думаю, это отличная находка для рыбака. Что перчатки, что стельки очень полезная штука. Теперь давайте самое интересное. Посмотрим, сколько же потребляют эти перчатки. Подключим через тестер к пауэрбанку. Пошел ток 0,4 А. В принципе, не так много. Сейчас немножечко подождем, пока они разогреются. Даже ждать, ребята, не приходится, потому что чувствуется, что нагреватель действительно начинает быстро набирать температуру. Теперь давайте то же самое проделаем со стельками. Посмотрим, сколько у нас потребляют стельки. Подключаем стельки к пауэрбанку. И ток возрастает до 1,3 А. Стелечки потребляют побольше, чем перчатки, за счет того, что имеют большую площадь. Напомню, что скоро 23 февраля. Через месяц примерно. То есть, что перчатки, что стельки до вас успеют дойти и будут отличным подарком рыбаку. Очень классная штука. Не нужно больше одевать громоздкую обувь. Какие-нибудь кроссовочки с закрытым верхом. Туда стелечки, проводочки по штанинам пускаете. В кармашек пауэрбанк. Перчатки точно так же, проводочки в рукава. И все отлично. Вам тепло и замечательно. Подключил к пауэрбанку и прошло буквально 2 минутки. Давайте измерим температуру. Перчатки у нас с вами 43 градуса, а стельки 46 градусов. Ничего себе. Это вот внутренняя сторона стелек, а наружняя 42 градуса. Ну, с обеих сторон они примерно, да, одинаково нагреваются. Часть, которая будет у вас к обуви, я рекомендую заклеить фольгой. То есть, чтобы все тепло от стелек шло к ноге. Если же вы не согреетесь при помощи перчаток и стелек, тогда, ребята, у меня есть еще одна посылочка. Давайте откроем ее. Из пакетика я ее уже достал, но из пупырки еще не вытаскивал. Это вот такая вот кружечка термос. Заказывал я ее около месяца назад. Вот она пришла. Все замечательно. Удобство этой кружечки заключается в том, что здесь есть паильничек. Это кружка термос, ребята. То есть, не надо никакие пробочки там наливать, ничего. Удобно использовать такую штуку в машине. Классная вещица. Емкость у нее вроде бы 500 миллилитров. Ну, то есть, пол-литра она вмещает. Здесь у нас пробочка, прокладочка герметичная. Трубочка там. То есть, подключаем сюда трубочку. Выкидываем влага удалитель. Наливаем горячий чай, кофе там. Кто коньячок добавляет для вкуса. И все. И замечательно. Берем наши стельки, перчатки. И идем на рыбалку. Вот с такими штуками вы точно не замерзнете. Ну, и, конечно же, как без теста на себе. Ходил сейчас гулять. Гулял я примерно час. Подключил перчатки. Подключил стельки к пауэрбанку. И вот настолько вот он разрядился. Когда идешь в этих стельках, такое впечатление, будто снег под тобой горячий. Очень здорово. Необычно. Стельки эти 44 размера. Но, по факту, они, ребята, на 43 размер. То есть, максимальный размер 43. У меня размер ноги 44, но даже с моим размером, в принципе, несмотря на то, что эти стельки не дотягивались до конца, было очень даже тепло. Очень тепло, реально. Особенно было тепло, когда я стоял в очереди в магазине. То есть, на обратном пути зашел в магазин. Ребята, это жесть. Видимо, китайцы специально не сделали сюда фольгу, чтобы вы просто-напросто не сожгли себе ноги. Потому что очень горячо в этих стельках ходить. Я думаю, что если засунуть их валенки, ноги у вас сразу протиснут. К покупке я вам эти стельки смело рекомендую. В случае с перчатками ситуация состоит следующим образом. Кончики пальцев, конечно же, мерзнут. Перчатки эти очень сильно продуваются ветром, потому что у них такая тонкая вязка. Но, ребята, стоит засунуть руки в карман. Как в кармане даже становится тепло от этого нагревателя. То есть, от него толп есть. Если вы сидите на рыбалке, к примеру, рыбачите, то в дополнение к этим перчаткам лучше иметь хорошие варежки. То есть, насадили приманку в перчатках пальцев. Нет, кстати, телефоном у них тоже удобно пользоваться. И все, засунули руки в варежки и вообще кайф. Вот такие вот штуки. Перед тем, как пойти на улицу, я заварил чай. Значит, в нашем термосе. Снаружи он вообще холодный. Но, когда его открываешь, там очень даже горячая водица, ребята. То есть, тепло он держит. Сейчас попил и реально кипяток. Крутой кипяток. То есть, отличная кружечка. Вот так вот закрываем. Смотрите, закрыл и ни капельки не проливается. Внутри кипяток, ребята. Холодная абсолютно бутылка. Класс, температуру держит вообще. Но после того, как попьешь, правда, вот эта вот пробочка становится тепленькой. Термос я вам тоже к покупке. Рекомендую, имея вот эти гаджеты, вы никогда не замерзнете зимой. Ну что ж, дорогие друзья. Как говорится, держи голову в холоде, а ноги в тепле. Если видос вам понравился, поднимаем пальцы вверх. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. Не забывайте делиться этим видео с друзьями. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам удачи, добра, моря позитива, хорошего настроения. С вами был Александр. Пока-пока. Заказал я корпус из Китая, который похож на шестой айфон. Этот корпус был вчера переставлен в сервисном центре. Как вы заметили, он светлый такой, серебристый. А мой телефон имел черный дисплей, поэтому... Достанем его из пакетика. Планшет имеет белую рамочку и внешне похож на айпад. Но я думаю, это неплохо, потому что дизайн на самом деле не очень нравится. Уберем защитную пленочку и рассмотрим разъемы, которые здесь есть. Продолжение следует... Продолжение следует...